от пациента 25 ноября появился кашель почти сразу с зеленой мокротой в 28 ноября поднялась температура до 37,8 и было только два дня после ни разу не поднималась с 28 ноября по назначению врача лечился антибиотиками амоксиклав 7 дней кровь была плохая лейкоциты 12,7 моноциты 1,08 соя 22 циреактивный белок 19,4 кашель прошел через три дня по завершению 8 декабря 2020 года сдал анализы крови все в референсных значениях соя 7 циреактивный 0,8 дедимер 26 общий анализ все в норме сделал контрольное к ты которая отправляя врач поставил пневмонию нижней левой доли эмфиземы без кода и прочих расшифровок назначил cf-триаксон внутри мышечной эквации плюс лонгидаза максим анатольевич посмотрите пожалуйста дайте свои комментарии по пневмонии эмфиземе я сейчас очень переживаю по поводу ситуации и прогноза на дальнейшую жизнь с уважением консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 37 лет даты исследования 17 декабря 2020 года область исследования органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки легкие расправлены пневматизации и легочной ткани неравномерно повышена за счет явлений c-интрилобуярные эмфиземы с формированием множественных кист по всем сегментам легких диаметром до 10 миллиметров свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены средостение не смещено и не расширено новообразований в нем не визуализируется внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры жидкости в плевральных полостях не выявлено костных травматических и деструктивных изменений не определяется сердца аорта без особенностей диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы подмышечные лимфатические узлы не увеличены заключение к т картина c-интрилобулярные эмфиземы легких рекомендована консультация пульмонолога исследование функции внешнего дыхания ассистент кафедры кандидат медицинский наук кодов м а комментарии врача рентгенолога сейчас в легких данных за наличие пневмонии нет также каких-либо опухолей аномалий развития нет с обеих сторон по всем сегментам есть многочисленные участки вздутия легочной ткани за счет центри лобулярные эмфиземы так называемые кисты это непосредственно жизни не угрожает но снижает эффективность работы легких чтобы этот момент уточнить вам нужно будет обратиться к пульмонологу и провести исследование функции внешнего дыхания так можно установить функциональные характеристики легких и их соотношение с нормой пока ты установить функциональное значение этих изменений невозможно так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...